Прямо сейчас! Песня культ переполнится песнями Первый слёт навсегда сдружит нас Как жить ярче, вполне интереснее Снова нас, нам нас мастер-класс Ура! Начинается фестиваль, слёт! Ура! 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 Дурдом! Ничего, ещё успеем Ещё остались люди, которые находят и помогают находить другим территорию уюта Для людей, пропитанных авторской песней, эта территория найдена И мы все, находясь здесь, готовы делиться самым главным в нашей жизни песнями Сегодня гостевой концерт проходит, как я уже сказала, в третий день слёта Бывают минуты такие, что места себе не найдёшь Потянет в простой родной, где с ветром и шепчется рожь Ничто не удержит в дорогу И не градаешь лишь тем, что мчишься к родному порогу Порою, не зная зачем, увидеть, как светит листвою Берёза в осенние дни И клён опустил над водой Крестные листы, как огни Сюда бы пораньше чуть-чуть Да я всё зигзаги чертил А надо всего лишь глоточек Того, чем я рос и чинжу Сюда бы пораньше чуть-чуть Да я всё зигзаги чертил А надо всего лишь глоточек Того, чем я рос и чинжу А надо всего лишь глоточек Того, чем я рос и чинжу Нарису мне шар воздушный А в корзине мы вдвоём Давайте вас подснимем Скажите, какие у вас ощущения на данный момент? Ощущения, что меня снимают по телевизору Профессиональный журналист Я, кстати, становлюсь профессиональным журналистом Да Заверпай, зубы на башку Мы куполители с тобой через коллицы Куполы постичны Чего? Это там, а зашли Вот стегни и стегни Ой, ну, хоть сидя Ищет родами всеми, всем летним своим ароматом Заставляет поверить Тихо, солнечно, лунно и в сердце Тихо, солнечно, лунно и в сердце От счастья, хмельно Ищет родами 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 За рекой ушел страшно злой король, На соседа он пошел войной. Печально выглядит, когда с плеч покатилась голова, Когда сидел на крыше мудрый кот и думал про себя. Боже, лучше быть котом и жить на чердаке, И как дед с отцом ловить мышей. А ночной порой не мечтая спать, Чтобы не расстаться с головой. И вот застарившись совсем, сменив с десяток Королей полуниной ютуб не жалела то, Что прожил жизнь простым котом. Субтитры создавал DimaTorzok Отпечатки пальцев мои не найдете. Скажите, какие на ваш взгляд сейчас успехи, Уже слета явные и недостатки? Недостатки то, что уже приедена, Я говорю, что теперь уже посетили, Готовься все, крупные недостатки. А успехи, успехи то, что мы не приехали, Не предоступили. Здорово, да. На мой взгляд, чуть мало зрителей. То есть недостаточно. Может быть это там будет? Да, в смысле уехала вчера. Да, вчера уехала два автобуса. Я говорю, там значит будет нормально. У нас никогда больших таких не было. Главное, что общение. Общение. Жалобно, в общем, да время. Хотя уже сил. Сидишь уже глаза вот такие, да, все равно. Ну ничего. Мы с Маринкой придем к вам на помощь. Дождь над пыльцом кулем сплошной пеленой, И ночь чернилами льется с вершин, И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-жань раскрашил. Кто-то от нас вдалеке, Стиснув фонарик в руке, И сеть балов. Кто-то, забыв про уют, В словом комарином краю ждет вертолет. Где-то в морях неизвестных и злых Бродят суда, словно суши осколки. Где-то в степях зацветают полы, Там за хребтом мир живет, мир шумит, А у нас только дождь над пыльцом кулем Сплошной пеленой, И ночь чернилами льется с вершин, И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-жань раскрашил. Кто-то в избушке лесной Тронет безмолвье струной Тихо и нежно. Кто-то в Натурдаде пари На языке говорит, да зарубежно. Но расстояние считать не подав. Встретимся вновь, человек и волка, Пусть нас опять разделила стена, А за стеной мир живет, мир шумит, А у нас только дождь над пыльцом кулем Сплошной пеленой, И ночь чернилами льется с вершин, И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тянь-жань раскрашил. Кончается четверг и дождик мягкий, И сквозь него едва шла Пусть песню дослушают, На дно кредитово станет И девушки, бегущие с работы, По лужам торопливо сели Промокший двор в нем, Промокший двор в нем, Немножечко похожий на меня. О, как легка и необыкновенная Та женщина, что скромный в свой уют Несет в химчистку в сумке старовенький, Немножечко похожий на твою. А из-за облаков сквозь дождик мягкий, Глядит на двор в подсорную трубу, Борт-инженер на летающей тарелке, Немножечко похожий на судьбу. Кончается четверг и дождик мягкий, И трудно разглядеть в промозглый углек Чего-то, что на небо улетело, И то, чего осталось на земле. И две фигуры посреди стихий, Друг с друга не спускающие глаз, Промокшие, слепые и глухие, Такие не похожи на нас. Счастливые, слепые и глухие, Такие не похожи на нас. Света, как ощущения? Устала? Молодцы, все хорошо, молодец. Сара, ты как? Для будущих поколений. Что у вас написано? Где? На майке. Наверное. В 74-й. Где-то Маринка оставила фотоаппарат. Это камера. Как вы принесли дорогу? Это хорошо. Сказать。 В 74-й. Как вы пatories. Еще. Сказать. На майке. Пیاусь. ПЕСНЯ 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 Уже видим мы одно и то же, ты и я. Помоги мне, расскажи мне, не солги мне, Кто враги мне, кто друзья. Ночь луну за тучку прячет, Звезды учатся летать. Это все чего-то значит, Нужно просто прочитать. Непонятно, почему весь мир затих И тихонько стал иным. Неужели это только для двоих И не слышно остальных? Вроде все, как всегда, Тверсть по-прежнему тверда. Да и в том, что происходит, Нет ни пользы, ни вреда. Лишь понятно, что оно так необъятно, Что, наверное, навсегда. Ночь пела, как белый леведь, С черной тучкой на крыле, Как написано на небе, Так и будет на земле. Спасибо. Была когда-то такая замечательная песня, Я говорю, была, потому что ее очень редко поют, Но я ее очень люблю, С тех пор, как я ее услышал первый раз. Не тает, ночи не проходит, А на океану такой, Гудит случайный пароходик, Надрывный, жалостный такой, Песня Сергея Никитина, На стихи Дмитрия Сухарева, Пароходик. И я, когда ее первый раз слушал, Было лет, наверное, 25 назад, Думаю, ой, как здорово, Как просто, как лаконично. И сразу захотелось сочинить что-нибудь, Такое же, что-нибудь, Про транспортное средство, Но с философским уклоном. Идея зрела долго, В прошлом году только она нашла свое воплощение, И вот вам песня новая, Про транспортное средство, Про транспортное средство я сразу выбрал с размахом. Я не слишком-то доволен планетою, Я не знаю даже сам отчего, Но она мне платит той же монетой, Так что в целом на лицо статус-коп. Мне облетелось бы на ней, Да летелось бы, Как туристу на порту корабля. Жаль, тот сервис не такой, Как хотелось бы, То и это прохлит, И неясно, кто рулит Драндулетом под названием «Земля». Неизвестными путями небесными Этот лайнер бороздит пустоту. Я давно дружу с его стюардессами, Это лучшее, что есть на порту. Им давно уже медаль полагается, За полеты в неурочные дни. Если черная дыра надвигается, И в поток небесных тел Ты на скорости влетел, Тут помочь умеют только они. Оттого-то не ворча и не жалуясь, Я небесную пашу по росту. И стоп-кранами напрасно не балуюсь, Потому что не решил, где сойду. Я не слишком-то доволен планетой, Мне бы что-нибудь чуть-чуть посмешней, Но похоже, блин, что выбора нету, И нам их преть, как ни груди, Вдоль по млечному пути Наши тяготы нести вместе с ней. Еще на уменьшенному положению Делал в большом кинематографе. И моим предложением По поводу того, как это все можно исправить, Предложением, основанным Я даже фразу подумал. На опыте собственных Межличностных семейных отношений. Новый век нам приготовил Настоящий киношок На экране море крови Брызги мозга и кишок Но курил бы в коридоре Супертриллер бы любой Если б кто с большого горя Снял кино про нас с тобой И без выебитых зубов С весьма небольшим бюджетом Рыдали бы над сюжетом Лос-Анджелес и Томбов И зрителей маня Во все кинозалы мира Вполне бы мог Ты не его меня Милый зритель, извините И без страх и рваных ран Жизнь полна таких событий Что не выдержит экран Эти сцены и картины В кинофильме описать Нежный лик Тарантино Стал бы задницу кусать Ты в свой сюжет включил Все то, что давно забыто Сыграть бы мог Де Вито Всех прежних твоих мужчин И полмужской губя Вращая бедром не слабо Мерлин Монро могла бы тебя Милый друг мой Не пора ли сценаристов поменять Все, что мы не так сыграли Взять и снова переснять И доставим все, как было Пусть вовек не будет снят Наш с тобой ремейк Годзилы и молчание ягнят Нам лучше про любовь И чтобы мозг он хороший Чтоб хлопали в ладоши Лос-Анджелес и Тамбов И чтобы кран не гас И пленка бы не кончалась И чтобы получалось про нас Алексей Ивашенко Спасибо большое И Спасибо И В заключении своего выступления Еще одна совсем коротенькая песенка Которую даже песенкой это назвать нельзя Это полное хулиганство Потому что появилась она Благодаря Я не знаю, как здесь у вас В Казахстане Но в России В прошлом Календарном году Было принято Руководством нашей страны Наверное, уникальное По своей необъяснимости решение Праздновать Новый год Не два, не три, не пять Не семь дней А одиннадцать Я не знаю, как здесь В Казахстане Сколько выходных? У нас нормально Меньше Два Два А у нас вот одиннадцать В прошлом году Поняли, что это много И в этом году сделали десять Ну вот одиннадцать когда? Я вот в тот год Сочинял эту песню Песня была сочинена На двенадцатый день Празднования Нового года Путем приближения к зеркалу Я приблизился к зеркалу Рядом стояла дочь Она, собственно, сказала фразу Ставшую даже не основой А фактически всей песней Она сказала Да, папа, вот что ждет нас В зеркале с утра Я только что заменил на кто И приписал финальчик Вот, собственно, и все Песня называется Ливическое название Такое У зеркала Кто ждет нас в зеркале с утра И желтым глазом водит Его не любят детвора И ж мужчины обходят Его пупырчатый живот Напоминает грушу Он только после душа Немножко оживет Потом он выпьет кофею И съест дарелку каши И вновь закружится в бою С действительностью нашей Весь день, как ранник на войне Он будет очень занят Но к вечеру он станет Практически долгим И вот тогда И вот тогда В его объятия метя Ему, конечно, скажут Да, все женщины на свете Он будет с ними выпивать Он ринется в пучину Поскольку нам, мужчинам На зеркало плевать Вд piss Здорово! Господин курс АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В отместку всем увядшим незабудкам, засохшим листьям, маршем похоронным, мечтам перелопаченным в руины и безысходно замершим квартирам. И на границе выбитым картинам с полеем надежды вечным дезертиром от любви святое постоянство. В угоду травам за косцами ставшим, в угоду жизни золу и упрямству, в защиту права быть до срока павшим, отдать любви простое постоянство, не отделять ушедших от живых, не забывать глаза, улыбки, руки и ощущать вдали, вблизи дыхание их. И голосом стихающие звуки. Если он скажет тебе, что меня больше нет, ты не верь, ты не верь, ты посмелься в ответ. Ты послушай, как лень шумит за окном и картает опять разговорчивый гром. Посмотри, как по лужам бежит малышня, посмотри, еще глянись за меня. Ты подумай, опять меня носят ветра, и опять я не сплю, как всегда до утра, и на маленькой кухне я кофе варю. Я с тобой, я с тобой, я с тобой говорю, и оттуда, куда не идут поезда, на тебя я смотрю и люблю, как всегда. У меня еще два коротких стихотворения. Вот это я написала недавно, ну так вот, в районе своего дня рождения в Марке. Прошение о подарках. Может, кто-то тоже об этом кого-то хочет попросить. Я вас очень прошу, подарите мне снег, да только такой, что не тает в руках. Но знает, наверное, любой человек, что нет резон в бессмертных снегах. Наступит весна, и растает снега. Такие законы, и все недолга. Я вас очень прошу, подарите мне слона, да только такого, что в ростом свершу. То малый слонишко из детского сна сумел поместиться в короткий стишок. Ну, бродят под джунглем большие слоны, и строки стихов, наверное, тесные. Я вас очень прошу, подарите мне цветок, да только такой, чтобы он был из дождя, чтобы радугу прятал любой лепесток, и мог он сиять, как дневная звезда. Но строки, но строки дождя утекают в песок, и вянут, и найден в блажный цветок. Я вас очень прошу, подарите мне себя, да только такого, чтобы мне не узнать. И буду я с ним пожевать не любя, с неузнанным этим добро наживать. И будет легко мне и сыть, и съем, и гладить зырье, и распугивать птиц на ваше лицо. Через тысячу стен узнать. Саждено мне из тысячи лиц. Все будет хорошо, все будет ненормально. Нахлынет майский пасть, завертит экстремально. На острие строки до головокружения. Весна вспорхнет с руки по зову наваждения. Все будет хорошо, все, что будет непонятно. К утру пройдут века, и не придут обратно. Уйдет от нас печаль, не побредет обратно. И станет ночь легка. Светла, необъяснима. К утру пройдут века, молва просвещет мимо. По смыслу всех примет, по зову всех гаданий. Пусть будет только свет, ни бед, ни расставаний. Все будет, будет все прекрасно, не иначе. Такая для судьбы поставлена задача. Ирида Алексеева. Я сниму в неформальной обстановке. Я кое-что перепутала. Я всегда очень волнуюсь. Об этом все говорят. Ну что, люди-то свои, все родные поймут. Интересно, у нас никто так не читает самозабвенно. Я, по крайней мере, не вижу. Это, наверное, российские поэты только. Да я не вижу. Малыш, ясно. Спасибо большое. Как моя бабушка сказала, чудурно. А вы с Нордостом не хотите приехать в Алмату? А его не существует в природе. Он лежит на складе и не играется. Как позорно. Вы что, в Алмату не съездили? Очень дорого, к сожалению. Сколько стоит приблизительно? Ну, всю труппу собрать и проиграть. Несколько сот тысяч долларов. Сот тысяч долларов. И отдачи нет. Есть. Но для того, чтобы она вернулась, нужно несколько месяцев играть по адресу. А, понятно. Да, она работает. Дело в том, что нужно собрать труппу технических сотрудников. А пока это все работает, они все работают на местах. И всего около ста человек в общей сложности. Это музыканты, певцы, актеры, технические службы, маркетинговые службы. Больше, значит, 130 человек работают. Когда они останавливаются, все распоятся и ищут другую работу. Теперь для того, чтобы их привлечь на работу, нужно им дать работу. Сказать, что вы будете работать минимум год-два. Это значит, вы должны сыграть не менее там. Мы должны сыграть, артисты должны сыграть не менее там. 200-300 спектаклей. Но он окупился вообще-то или нет? Если быть не террорист, я окупился бы. Да, конечно. А что очень невысокие цены. А с Васильевым вы сейчас не работаете? Песнями не работаем, а так мы встречаемся, сотрудничаем регулярно. Спасибо. А где Ваш диск можно приобрести? Вот здесь можно было бы, если бы я не уехал. В понедельник здесь я его привезу сюда. А, здорово. Просто мы привезли, а он в машине уехал вместе. О, кошмар. Нас опять снимаем. А что делать? Вы нас, мы вас. Тот, кто прав, уже не здесь. Я не прав, и я не волен. Правым правды не найти. Я одной любовью болен, и во мне ее мотив. И срывается в фальцете голос, правда, тыска. Мы все дети, 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 лишь с морщинками на лбах. С сединою на височках, с ерундой в голове, с бриллиантами на мочках, с папироской на губе. Мы все дети, и в начале, и в безудержном конце. Полные глаза печали и улыбка на лице. Полные глаза печали и улыбка на лице. Однажды я вспомнил свою бабушку, Анну Федоровну. Ну, сначала, наверное, о том, что у меня семья достаточно веселая, поскольку папа у меня Василий Иванович, брат младший Петька, а бабушку звали Анка. То есть так мне повезло. Вот, и Анна Федоровна, она прожила очень долго. Она собирала нас, пацанов и девчонок во дворе. Играла с нами в очень странную игру. Она называлась «Чья душа доли протяни». Мы набирали воздух в легкие и одновременно начинали петь. «Чья душа доли протяни». Ну, и кто дольше протягивал, тот выигрывал в этой игре. Вот, и вспомнилась бабушка, эта игра. Вот, и наше время получилась песня. Покуда белая душа из тела вынули сердце, И нечем стала дышать. И жить стало, вроде бы, незачем. Покуда белая душа ушли музыканты. И дворники, и дворники, и нашим с тобой малышам. Не слышать ни мётел, ни дворожек. Чья душа доли протяни. Чья душа боли заболеет. Покуда белая душа. Хотел бы вам спеть песню. Она называется «Скажите, почему?». Она написалась очень давно. И я представил себе тогда, что разговор между тремя детьми. Два пацана и одна девчонка. Каждый куплет – это определённая возрастная ступенька. Разговор начинается примерно в 4-х летнем возрасте. И заканчивается где-то 7-м, 8-м классом. Когда обычно девчонки уходят от своих сверстников к более старшим поколениям. Слон в Африке живёт, бананы там жуёт. Там солнце круглый год, круглый год. А я вчера была в зоопарке И видела, слону несли подарки. А больше всех подарки любит веки мод. Наел себе огромный он живот. Скажите, а когда стареют города? И почему наш дом забором обнесён? Заборы, вот пустяк. Их ставят просто так. Их выдумал дурак, дурак. А я вчера поехала за город. Там уломали дом, а вместе с ним заборы. Исбавиться от домика пришлось, Чтоб не было у города седых волос. А знаете, что мы от папы рождены? И есть на свете дом, Где каждый был рождён. А вот тоже чудеса. Послушай, милюзгад. Ты вредный как коса, как коса. Ну что опять вы ссоритесь, мальчишки? Смотрите, он идёт из школы. Мишка счастливый, он накончил пятый класс. А мы четвёртый. Обидно, Влас. Скажи, Влас, почему? Быть трудно одному. И если друг ушёл, Внутри нехорошо. Конечно, это так. Ты вечно был чудак. А Мишка не дурак. Не дурак, партий, девчонки. Скажите, почему? Я очень люблю рыбачить. Сибирские реки довольно богат рыб. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня всегда Амонтарь. Это был родный город. И, в общем, даже ещё до того, как я стал дружить с Насарем, я под душой радостью сюда приезжал в Алмату. И об этом не скрывал этого. Потому что для меня самый главный город, это, конечно, Санкт-Петербург. А вот город, если бы меня выселили из моего родного города, я бы выселился бы или в Киеве, или в Санкт-Петербурге. И в Алматы. То есть в Алматы. В Алматы. Кстати, во время войны сюда и переселили петербуржцев. По поводу, кстати, оранжевого. Вчера такая была в Москве непоятность. Амонт задержал большую группу дорожных рабочих. Потому что это начало оранжевого южного церкви. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и надо, что внимательно вглядеться. И не уйдёшь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, Боже мой. Всего и дело, что помедлить над строкою. Не пролеснуть нетерпеливою рукою. А задержаться, прочитать и перечесть. Не жаль, не узнанные до времени строки. Но всё ж строка, она со временем прочтётся. И перечтётся много раз, и ей зачтётся. И всё, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда. Как некий мир, который так и не открыли. И не отроете, и об этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль. Мне жаль и вас. О том, что суетно так живи, так спеши. Что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, и в этом вся печаль. От прочей меня, добрый судья, я жил, как все. В начале слова безраздельно мной владела. А дело после дела, после было дело. И в этом дело всё, и в этом вся печаль. Мне тем и горе к мой сегодняшний удел. Попутомнил себя судьёй в пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил. Каких созвездий в небесах не разглядел. Всему и надо, чтобы глядеться Божьей мой. Четыре года почти. Но мы расстаемся каждый год с нашими любимыми людьми. Мне хочется сейчас петь песни двух авторов, тех, которых не стало вот за этот год. Владимир Назбек. Это моя лодочка, мартовская вода. Сяду в свою лодочку и поплыву туда. Где за стволами чёрными Ближе туманный свет, Где и заснёт чёрный мой, Дальше пути нет. Нет, всё-таки есть один С птицей, что на груди, Что на моей груди зимовало. Вверх, видишь, плывёт река Паром под облакан, Паром под облакан, Будто бы ей земли. Мама, Это моя дудочка, Мартовский звук глухой, Снимет опять дудочка, Боль мою, как рукой. Снова порядок вроде Сесть на кораблике И улетит мелодия В лето в другой реке. Там солнце над головой Носятся над травой Звонкие голоса Человечков гни. Дудочке звук слетит, Это конец пути. Эхо его уйдёт Вечность. Это моя комната, Белый туман, стена, Ночью любой тёмной Рамка на ней видна. Дымлет моя лодочка В рамочке на стене В полночь моя лодочка Ты плывёшь ко мне. Он старт, он похож На своё одиночество. Ему рассуждать О побуде Не хочется. Он прямо с вопросом А вы не из Витебска. Пиджак старомодный На ласкоро Выйти все. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, А после слова Монотонно и пасмурно Тружусь и хвора Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. 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 В глубине души любого Есть желание побывать После моря голубого, что за волнами наблюдают, Слушать вики белых человек пробежаться по меску, С босиком ходи без макия, а груза глубину. Слышишь, море шум, ползает тебя и ждет он, Когда приедешь, когда приедешь вновь на листы вновь на листы вновь, На листы вновь, на листы вновь, на листы вновь. Солнце яркий свет отцепит твое лицо навсегда твой свет, Запомни твой песок, песню правою, Птицы волны и ветра, а долго-долго, Птицы волны и ветра, а долго-долго ждут родить тебя. Слышишь, море шум, ползает тебя и ждет, Когда приедешь вновь на листы вновь на листы вновь. Запомни твой сме. Звучи, море шум, ползает тебя и ждет. Субтитры подогнал «Симон» 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 И пошла бы не только принцесса, Прямо к самому вышлю из леса. Вот какая пикетная каста, Вот какая принцесса ужасная! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 О любви большей мечтает. Я представляю сегодня мамы. Спою про все маленьких мальчиков, замечательных, которые жили давным-давно, а их уже нет давно. Они сейчас живут, наверное, на Альфа-Водолееве. И, наверное, слушают наши песни. Не дошли до шарфу, там, бядюшки-то, На ноябре, ку-завтра мы едем на аулеев, доед Кьюлиейс, то на бокс, with the escuela, mommy, kick me, goes on, hopkin, gym, all, и я. Который, я не хочу пожалуйста mulherow, вернем в свет, в бахтурник, аyt к пилг,ق put in excellent drop in here. Под сипл, duet driving, inclu wrestage jim, dellaносвая, дам Titanic paniquarriks, Валерий Курас Тюмер Левсейт, кто катался на нем, Вилдрир, Декстиль, Боксинг, Блдик Библсер, Хоак, Кин Чай, Хогли... И я... В ночной тишине, при огромной дуне Внесет все мы вместе на берден кани, Вилдрир, Декстиль, Боксинг, Блдик Библсер, Хоак, Кин Чай, Хогли... И будем кататься на нем допоры, Пока не провалимся в Тартарары, Кто не провалится... Байцы удрели стюдер, как зиму лепился, а в джингоре и я. Да ну знаем, что-то он не терялся. Ты его растягиваешь. Да, почему-то неправильно потянулся. Вот, вот. Видите, оба ком лечились сначала. Потом это превратилось в пагубную овечку. Так же, как с моряклана. Что, моряклана лечилась? Ты что? Она, наверное... Изначально это было для лечения стрессовых состояний, да? Да. Ну, как бы, не то что приближаться, а раскрепостить, что ли, человека. Открыться демоническому влиянию. А, вот как даже. А демоны, они имеют разную силу. Нет, я не в этой сфере сейчас говорю. А о моряклане как таковой, что из нее превратили вообще? Это же лекарственное растение. Ну, как и эфедрин тоже. Нет, сейчас мы не марихуану курим. Нет, понятно. Слава Богу. Ну, ладно, не оправдывайся. Знаем, чего курить. Догадывайся. Не, я нюхала. Приятно пахнет. Вот эта восточная сила, вот она какую иметь силу? Такая история, вот если хотите, священник один православный с группой туристов, паломников, туристов в Индию приехал, значит. И эту группу, говорят, там вот за городом живет один этот отшельник. Просто я тоже хочу быть услышан в этой забытой богами глуши. Ведь только здесь мир гармонии дышит под переборы на струнах души. Да, дядя Зинин. Нет, это там в городских катакомбах. Жизнь, как бардак, и бордель, и ломбард. Всем я скажу, пусть и будет не скромно то же, что брат означает здесь бард. Означает здесь бард. Боже, что красная, Означает здесь бард. Боже, что брат. Означает здесь бард. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диск, который сейчас я готовлю, правда уже готовлю долго, а он будет называться «Обмылки». Как только вы видите, это странное слово, вы знаете, что это мой диск с теми песнями, которые не вошли в предыдущие. Есть такой человек в городе Томске живет, его зовут Костя Тутубалин. Остальное, что в этой песне прозвучит, вы, наверное, знаете. Милого названия на нем, отойди, прохожий, не мешайка, да, совсем не так. Кто ни разу на ушейке не был, тот не знает зло. По-моему, узбеки, ребята. Я говорю, слушайте, а это, почем? Он мне назвал какую-то баснословную цену за долгую. То есть целый, понимаешь, там, и начал мне рассказывать всякую лабуду, потому что я-то знаю, как это все. «Богатый вернусь домой, заведу себе новый узор и устрою богатый твой. Будем кушать мы круглый год. Сухарики, чубы реки всей семьей. Вот рада, витамины все, и богатый вернусь домой. Непривычно к витамину в этой дальней стороне». «Сейчас такая серьезная часть программы начнется. Тут выйти в стихах мало смешного. Ну, ну, что ты, кого ты рассмешил. Это я хотела прочитать для Светланы Ножкиной. Я на месте. Я должна поблагодарить этот слет за все, за то, что он есть, за то, что он состоялся, и за то, что у меня здесь появился новый соавтор. Очень симпатичный, песня очень хорошая. А кто улога, что ли? А, вон себе. А я зачем Ножкину? А потому что это вот, вот слушай, это стихотворение, и понимаешь, что это для тебя и для всех организаторов. Доктейли, я понимаешь, очень понравились стихи, понимаешь. Друзья, по-моему... Мне очень приятно, что такой автор, такая поэтесса, как Ирина Алексеева, Кто мне дал такое право, право быть под дождем? Выбираю, 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 среди тех, кого ты ждешь. Дальчик, отлинь, изглаз, в пустыне, не пригодился. Мы еще не скоро. Олегра за нулю. Лето, небо, километры, скрипы, ковы, тормозов, И опять в догонку ветры, и опять в дороге зо. Вырывает нас из парень, за баранку и на газ, Уезжаю от печали, от твоих холодных вас, От вопросов без ответа, не до соленых супов, Не до выпитого лета, не до сорванных оков. Я уеду, я уеду, не достигну, не найти, На шоссе не видно, следа нет заставы на пути. Море, пляж. Если вы захотите это представить, вам придется просто отвернуться от нас. Что, в общем, будет неприятно. Ну тогда представьте себе, что где-то там солнце, море, пляж. А мы сидим на пляжу и поем, в общем, достаточно известную в мире песню. Закакали? Походкой небесной проходит она. Столь грациозно, глянительно и несравненно, Что каждый готов угодить в этот плен, Но она неизменно проходит одна. И, словно грома на месте, Вновь поражен наповал я Той красотой в каждом жесте, Что в мечтах лишь своих рисовал я. О, почему мы не вместе? Ах, зачем я несчастный, не там рядом с нею, Когда океанского солнца яснеет Над миром, как фея, восходит она. Восходит она. Субтитры подогнал «Симон» И, растворяясь в сиесте, О, вновь я любуюсь украдкой Той красотой в каждом жесте, Что терзает мой разум загадкой. О, почему мы не вместе? О, почему, словно две нерифмованных строчки, Стремясь обойти запятые и точки, Мы по одиночке по жизни идем. Идем и идем. Я нашел такую ноту, Все равно она смачней. Все оставшиеся ноты Отдыхают рядом с ней. Если ноту я другую Ненарогом запою, После снова не могу Не исполнить ту свою. Крым за планетой я хожу И ничего не понимаю, Не понимаю. Просто ноту эту Никогда я из ушей не вынимаю, Не вынимаю. Утром порта, ночью пьяно, И сегодня, и потом. Пусть не молкнет постоянный Мой любимый камертон. Реют много над планетой, Но реми, посоль, ласи. Я же помню только эту, Ведь другие не проси. Реют ноты над планетой, Ре, ми, посоль, ласи. Я же помню только эту, Ведь другие не проси. Мне не поется, увы, увы. Лазурный огромный купол Надо мной сверкает, Дража безумный Бражу по городу один Бездумно кружа Напрасно своим ушедшим поездам Вдогонку бегу, бегу. Все знаю, все понимаю, Но ничего поделать не могу. Прежде с ним, видя, было все иначе, И расставался, и не рыдал. А нынче схожу и чуть не плачу, И понимаю, что опоздал. Вот ведь какая-то незадача, Но совершенно не ожидал лазурный Огромный купол надо мной Сверкает. Дража безумный Бражу по городу шальной Бездумно кружа Напрасно своим ушедшим поездам Вдогонку бегу, бегу, бегу. Все знаю, все понимаю, Но ничего поделать не могу. Вновь океанской дикой страстью Наполнил сердце палящий зной. Вновь ощущаю вашу властья Над этим бедным, несчастным мной. Пусть обречен совсем пропастья, Но мне не нужно судьбы едной. Лазурный огромный купол Надо мной сверкает, дрожа Бездумный Бражу по городу шальной Безумно кружа Ох, зря я своим ушедшим поездам Вдогонку бегу, бегу. Все знаю, все понимаю, Но ничего поделать не могу. Все знаю, все понимаю, Но ничего поделать не могу. Все знаю, все понимаю, Но ничего поделать не могу. Ох, зря я своим ушедшим поездам Ох, зря я своим ушедшим поездам Спасибо. Три наши журналы. Есть журналы у нас. Почетному киргизу, понимаешь, Москвы. Так как Наполеон, да? Это на голову одевается, понимаешь? Я теперь до Москвы не буду снимать, Чтобы не забыть, как одевать. Спасибо. Ай, спасибо, Эннелайна. Вот, понимаешь, человек Северного ветра не боится И душа прилетит, как птица, понимаешь? Сейчас мы его оформим. Из Липина Бор Нам Кемифельда поет Хитро щуря глаза А со спиной у него начинается сбор Но если по поводу уйти, я, в принципе, за Но земляка обижать Не охота хоть тресни, как туман Нас было с Лёхой ровно трое Конечно, третьим был Аркан Аркаша вышел из народа Но от народа убежал Но вместе с тем простую воду Называться вершина эта И к садых Мы сразу вспомнили Татьяну И наших жен Что ей подстать В которых нет Сок Дымилась падая Ракета От неё бежал расчёт В небе висит золотая луна Словно монета Не оглянись, окунаясь до дна Запахи лета Бьётся неспешно трёхсложный размер Нервный, привычный И отзывается музыка из фен Голосы птичьих В небо кружится Трой у них пирог А им в адбе эсаруха Нет, пирог мой не сырой Ей из угла Старик в ответ Старуха Старуха Дверь Закрой Бум-бум-бум 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 Дверь закрой Закрой Благодаря Виктору Владимировичу У нас действительно состоялся этот праздник Жизнь сюрпризы преподносит И всё лупит нас под дых И депрессия всё косит Наши стройные ряды Обстановка неспокойна Психиатры сбились в ног А народ стягает в окна Нажимает на курок Люди слы как прокуроры Ждут печального конца От тоски у всех заборы И стивилисты цвет лица Улыбаться надо, братцы Не сдаваться молодцы Если нация в прострации То нации концы Всё будет и так полгодно И не о чем скорбеть Вам надо непременно То сорок раз пропеть о том Что всё отменно Всё просто офигенно Всё окей Эй, страдалец Зачитай-ка список личных неудач Зайку бросила хозяйка Уронили в речку мяч Из туфты не делай драму Мир прекрасен, жизнь идёт Гранька мама моет раму Саша кашу смачно жрёт Вот мы всё отменно Всё просто офигенно Всё окей Если водку пить печально Можно тихо ошелеть Всё не так суицидально Если в корень посмотреть И не о чем скорбеть Вам надо непременно То сорок раз пропеть Всё будет обалденно И не о чем скорбеть Вам надо непременно То сорок раз Гром-гром-голяли, коня-моляли. Граждане хирурги, давайте мыться. Эй, сестрица, налей водицы. Плюхнем в тазик растворчик мыльный. Две минуты, и ты стерильный. Подстригаем ногти, чик-чик-чик, и все готово. Салфеткой руки выприм и привезем больного. Делаем галяли, галя-моляли. Гром-гром-гром-голяли, галя-моляли. Делаем галяли, галя-моляли. Друм-гром-гром-голяли, галя-моляли. Делаем осмотрик, тук-тук-тук, сердечко бьется. И животик пальпации дается. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты. Мы хирурги, ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи. Ждет вас операционный стол, не крови скорей удачи. Анестезиолог, наденьте маску. Расскажите больному сказку. Подарите ему надежду. И снимите с него одежду. С инструментом, жик-жик-жик, наточим скальпель. Во все, что внутривенно, еще добавим копиль. Есть одна надежда, что у больного Все, что мы отрежем, вырастим по-новой. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты. Мы хирурги, ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи. Ждет вас операционный стол, не крови скорей удачи. Вот катетер длиною в метр. Осторожно ведем в уретер. За брюшиной отыщем бочку. И на этом поставим точку. Как у нас там шовчик? Ту-ту-ту, не кровоточит. Здесь нос не то, чтобы комар профессор не поточит. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты. Мы хирурги, ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи. Ждет вас операционный стол, не крови скорей удачи. Есть одна надежда, что у больного Все, что мы отрезаем, вырастет по-новому. Песня Старченкова про корову. Разнутравим, раскинулось лето, У коров затурчали суски. Вот, у братья, меняя с лето, Я загнусь и подохну с туски. Если глянет однажды несчастье, Не достанется мне молока. Я помру, я помру в одночасье, Вот уйду в мир иной на века. Ах, 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 Все в сердце, но ищемящая нежность Я балдею, дивлюсь и торчу. И вдыхая я навозную свежесть, Про корову поэму строчу. Поэт и бард, и музыкант Все делал без усилия. Тянулись многие к нему В его лучах согреться. Он был большущий человек С огромным нежным сердцем. Ушел внезапно. В декабре на сердце стало смутно. Помянем память Насара Молчание минутой.